Друзья, всем привет! Мы рады, что вы встречаете и проводите этот день вместе с нами. В эфире программа «Новый день» и с вами мои ведущие Яна Попова и Иван Камельков. Что сейчас делал Ваня, я до сих пор не понимаю. Притягивала внимание телезрителей, наверное. Сегодня 27 ноября, начало недели, понедельник. И хочется сказать о том, что к нам в гости в программу «Новый день» всегда приходят разные гости. Талантливые какие-то художники-музыканты, танцовщики, специалисты в той или иной сфере. Даже мальчик был, который разговаривает на языке жестов. Ну как был? Мы с ним общались по скайпу. Нет, ну был же все равно, все равно присутствовал в нашей программе, контент был ему посвящен, нашей программы. А сегодня к нам придут такие гости, которые досели за все время существования «Нового дня» в гостях еще вообще не были ни разу. Ну, заинтриговала, заинтриговала. Действительно, у нас сегодня будут мимишные гости, у нас сегодня будет мурлыкающая, когтистая, я не знаю, какая еще там пушистая передача. Ну, не совсем пушистая. Вы убедитесь в этом, когда увидите представителей этой породы. А программа наша сегодня носит название «Кис-кис-мяу». Раньше в детстве была такая игра. Я точно помню, почему-то Лена решила именно так назвать эту программу. Ну, наверное, все-таки в тему. Появилась у нас новая студия, новые декорации, новехонькая мебель. Но вот какую оплошность мы допустили. Нужно было еще в прошлый понедельник запустить в новую студию. Кого? Кто по традиции входит в квартиру в новую первым? Элементарно, бригада ремонтников. Ну, Ваня, ну уже когда готово все, когда уже мебель стоит. Ну, ладно, мебель стоит все хорошо. Хозяин заходит первым. Вторым он зайдет гордо. Мужчина заходит. Нет, зайдет он вторым. А первым заходит кошка вот такой вальяжной походкой. Если она испугалась и так отбрыкнула от порога, значит, возможно, не все реботники доделали. Или нехорошая квартира. Так вот, почему мы Кристину Комаровскую пригласили сегодня к нам на передачу. Кристина Комаровская это заводчица необычных кошек, лысеньких таких морщинистых. Но совсем это не донские сфинксы, а украинские левкои. Очень необычная порода. Друзья, так что включайте свои телевизоры погромче, потому что сегодня мы говорим о кошечках. Ну, а пока по традиции рубрика «Но единёк» на ваших экранах. Ну и денёчек, скажу-ка я вам, был 27 ноября в Ангарске. В 1960 году шел по улице Мальчик. Ученик 3-го Б-класса 2-й школы Витя Морозов, идя по улице Мира в районе 77-го квартала, заметил на тротуаре какой-то блестящий предмет. Мальчик поднял его. Это оказались мужские часы. Витя отдал находку классному руководителю. Хозяин часов может обратиться по адресу. Школа номер 2, 3-й Б-класс. Насколько же по-детски наивными и совестливыми были в те времена советские граждане. Приходи и забирай ничего взамен. Безвозмездно, то есть даром. Хотя хозяином часов мог бы представиться какой-нибудь другой самозванец. Но ни о чём таком газета не писала. А вот 27 ноября 2001 года в отделение полиции номер 1 поступил белопорошковый звонок. Сообщивший дал точный адрес. Найден порошок в одной из квартир 7-го дома 91-го квартала. Действительно, выехавший наряд обнаружил в квартире пузырёк с белым порошком. Сибирская язва на деле оказалась сладкой, безобидным сахаром. Отбой! А потом в милиции пришлось вмешаться в недетские игры в 93-м квартале. Там добрая дюжина детишек облюбовала бесхозную автомашину и мигом придумала ей применение – кататься на авто с горки. Во избежание ДТП на горке милиции пришлось отправить служебный автомобиль для буксировки детской игрушки. И еще про транспорт. Местная пресса в 2001-м сообщает читателям о том, что именно 27 ноября 1953 года в Ангарский пошел первый трамвай. Трамвайчик ты мой, прошли наши годы в обнимку с тобой. Вот так тепло газета отзывается о городском рельсовом транспорте. Всего было четыре вагона, работали в три смены. Трамваи ходили от ФЗО до управления комбината по треугольнику, сдавали назад и обратно шли на ФЗО. Вагоны МТВ-82 для Сибири были не приспособлены, холодные. Трамваев было мало, а пассажиров много. Люди висели на крышах, на дверях. Между прочим, в наших выпусках мы уже не единожды рассказывали о толчей в советских трамваях, а также о том, как настроение советских граждан, которые отправлялись на борьбу в социалистических производственных соревнованиях, портилось после таких поездок. Но, несмотря на это, наши отцы и деды достигли небывалых высот. Недавно я прокатилась в ангарском трамвае 21 века. То ли дело было не в час пик, то ли спрос на рельсовый транспорт нынче упал, но в вагоне я была единственным пассажиром и с отличным настроением я приехала на работу. Так что, дорогие ангарчане, все в трамвай! Пока! В эфире программа «Новый день», которая любит радовать своих телезрителей разного рода подарками, призами и сюрпризами. Мы на прошлой неделе объявили конкурс, который называется «Мы зажигаем», а о начале второго объявим чуть позже, пока Ваня расскажет условия. В конкурсе «Мы зажигаем» может принять участие абсолютно каждый автор-исполнитель, танцор, не знаю, музыкант, театрал. Любой из вас может заснять небольшой видеоклип и отправить нам в социальные сети. Мы называемся «Новый день». Отправляйте, жюри просмотрит. И самые удивительные, прекрасные видеоклипы будут показаны в главную ночь на телеканале «Актиз», друзья. Торопитесь! Заявки принимаются до 20 декабря. Ты поешь? Ты хорошо поешь. И танцуешь ты, как бог. А еще ты мечтаешь стать звездой. Новый день исполнит твое желание в новогоднюю ночь. Мы зажигаем! С 24 ноября по 20 декабря присылай свой видеоклип на наши страницы в социальных сетях. Собирай лайки и, возможно, именно твой клип будет показан в новогоднюю ночь на телеканале «Актиз». Подробности на нашем сайте. Ну а пока мы переходим к главной теме сегодняшней программы «Говорим о кошечках». Да. И теперь готовьтесь умиляться, мы расскажем о котах и кошках, звездах интернета. Это Лил Баб, вечный котенок. Мне вот он очень нравится. Котик не имеет передних зубов, это его генетическая особенность. А еще он не растет. У него синдром так называемой карликовости. Но это не мешает ему умилять всех вокруг своей мордочкой и высунутым язычком. Друзья, если Яна обращает на котиков, у которых нет передних зубов, то я обращаю внимание на очень смешных и милых котов. И такой кот, его зовут Сэм, у него очень смешные брови, которые веселят абсолютно каждого. Кстати, хозяин его подобрал на улице, приютил и спустя какое-то время решил залить его фотографии в Инстаграм. Этот кот приобрел бешеную популярность. А еще популярность, кстати, оценим сейчас твой кот, про который ты говоришь, я посмотрю. Наверное. Друзья, давайте прервемся ненадолго и оторвемся от наших пушисто, не знаю, там, когтистых, мурлыкающих тем. И посмотрим, наконец, уже гороскоп, друзья. Точно. Гороскоп на 27 ноября Овин. Есть один очень влюбленный в вас человек и очень-очень стеснительный, походу придется вам брать все в свои руки. Телец. Будьте осторожны, удача может настигнуть вас в любой момент из-за угла и огреть по затылку дубинка счастья. Близнецы. Вас ждет столько приключений, новых возможностей и романтических авантюр, что даже времени не будет на передышку. Рак. Сегодня вы еще раз убедитесь в том, что не стоит бояться перемен, потому что они всегда к лучшему. Лев. Ваш знак – это знак знаменитостей. Знак, который постоянно окружен большим количеством поклонников. Дева. Вам звезды пообещали амур-ля-мур. Готовьтесь, будьте при полном параде. Весы. Сегодня у вас может появиться повод для празднования. Грех упускать подобные возможности. Сделайте это. Скорпион. Кое-кто осознает, как он был неправ. Прибежит, упадет к ногам, будет ползать и молить о прощении. Стрелец. Вы сегодня сами себя удивите, в плане возможностей. Оказывается, можете, когда захотите. Козирог. День перемен. Множество поводов для радости. Все будет отлично. Водолей. Переживать одно и то же постоянно неинтересно, так что пора завязывать с ежедневными осмотрами прошлого. Рыбы. Это прозвучит невероятно, но именно ваша доброта сегодня приведет вас к успеху. В эфире программа «Новый день». Если вы еще не успели заметить, только переключились, в студии Яна Попова и Иван Комельков. Сегодня 27 ноября, понедельник. И сегодня мы с радостью готовы презентовать еще один конкурс. Ну, Новый год не за горами все-таки. Почему бы не порадовать в главную новогоднюю ночь, в такой волшебный праздник наших ангарчан еще одним конкурсом и еще определенным количеством подарков. Да, я бы добавил к Яниным словам, что действительно мы давно не радовали наших ребятишек. И сегодня мы объявляем еще один конкурс, который посвящен новогодней ночи, волшебству, краскам. Отправляйте нам на наши странички в социальных сетях, в котором мы называемся «Новый день» своих ребятишек в новогодних костюмах. Мы разместим все эти фотокарточки в социальных сетях. Победителей будет целых 30, и все они попадут в наш новогодний эфир. Друзья, три фото, набравшие наибольшее количество лайков, разместятся на месте звездочки, а все остальные разместятся, соответственно, на елочке по кругу, друзья. Так что вперед, отправляйте нам свои фото, присылайте ваших красивых, нарядно одетых ребятишек и, собственно, участвуйте, голосуйте. Ну да, пока мы еще немножко поболтаем про кошек, потому что тема нашей сегодняшней программы называется «Киски с мяу». Мы обсуждаем пушистых, и не только пушистых кошек, и собак, и лысых тоже. И лысеньких кошечек. И знаешь, Вань, я знаю о том, что в Великобритании, например, есть такая должность, как главный кот страны. И проживает он в резиденции самого премьер-министра по адресу London Downing Street 10. Действительно, Яна, и он обязан ловить мышей в этой резиденции. Самым известным котом страны стал кот Хамфри. Он охранял от мышей консерваторов Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора и Лейбориста Тони Блэра. И жил в резиденции с 1989 года по 1997 год. Мне кажется, он носил пинсные галстук этот кот почему-то. Бабочку. Может, бабочку, да? Был очень важный. И ходил важный такой. Во фраке, да. Где же там мышка? А в тесте этой кошечки по имени Скарлетт была основана премия, которую дают за героизм животных. Например, 30 марта в 1996 году в одном из домов Бруклина случился пожар. И Скарлетт вытащила своих котят из пожара. Она сильно обгорела, но ее вылечили и основали в честь нее премию. К нам присоединилась гостья. Это Кристина Комаровская. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. И ее прекрасные питомцы. Чаровательные существа. Как их зовут? Вот это кот. Его зовут Дальмей Викон Твайс. Это его невеста Дальмей Энджи Блэк Перл. Блэк Перл – это черная жемчужина. А Дальмей? Дальмей, как певец? Дальмей – это название питомника, в состав которого мы входим. Питомник находится в городе Владивостоке. Вот как. Кристина, название у породы украинский левкой, вроде как с цветком что-то связано. Да, левкой – это форма ушей, напоминающая лепестки цветков левкой. Но у них разная немного форма ушей, да? Да, вот это прямоухая девочка, потому как разведение невозможно без прямоушек. Здесь зависит здоровье и продолжительность жизни. Это ощущение, что в любой непонятной ситуации мальчик спит. Да, да, да. Нет, я другой. Я первый раз встречаюсь с такой породой, первый раз их вижу вот так вот близко. Расскажите поподробнее, еще какие-то особенности интересные. Характер. Характер. Характер – они очень спокойные кошки, в меру игривые. Усы у них смешные, все хроны, а усы у них как-то вот так вот. Да, вот обязательным признаком этой породы является не только их бесшерстность, но и наличие усов, в отличие от тех же, скажем, донских сфинксов, у которых не должно быть ни единого волоса на теле. Кстати, вот Вайс, он лысенький совсем, а Энжи, она у нее немножко волосатый, да. Да, у нее есть подпушка, это брашевая варета. Ну, это со временем вылезает, да, и она становится абсолютно голой. Вот лысые кошки вот приходилось все-таки, да, встречать, но только вот сфинксов тех же самых. Они чем отличаются? Они мельче, что у них какие еще изменения есть? Они отличаются вообще всем. Они отличаются головой, формой шеи, телом, кожей, то есть отличаются абсолютно всем. Хотя вы правильно заметили про сфинксов. Дело в том, что эта порода была основана на генах донского сфинкса и генах скотиш-фолда, за счет чего получили голую веслоухую кошку. Шотландский бут. А получается, вот эта смесь чего, как их вывели? В 2004 году был получен первый представитель украинского левкоя в городе Киеве. Заводчиком является филинолог, генетик Елена Всеволодовна Бирюкова. Она очень долго занималась созданием этой породы, чтобы они были ни на кого не похожие. Ну и вот в итоге получился первый представитель, зарегистрированный в Киеве. На самом деле ни на кого кошки не похожи. Скажите, очень интересно, как у вас появилась первая кошка? Абсолютно случайно. Как? Рассказывайте. Подруга привезла в город украинского левкоя, первого завезла. Но что-то пошло не так, и в итоге эта кошка оказалась у меня. С тех пор... А сколько сейчас у вас кошки? Сейчас три кошки, мы полностью обновили все крови, и сейчас будем работать на новых кровях. А третий дома сидит охраняемая? Третья дома сидит, да. Третья девочка у нас полностью брашевая, лохматушка. Так, брашевая – это что? Браш – это когда кошка имеет шерсть, она у нее кудрявая, очень редкая и довольно-таки жесткая. Кристина, правда ли, что вы единственная заводчица во всей области вот этих вот кошек такой породы? Нет, у нас в Ангарске есть еще одна девушка, которая занимается этой породой. Ее зовут Лариса, и прошлый сюжет как раз вот был с ее котом. А, ну, то есть на тот момент она только начинала, получается, да, заводчица? Вот характер интересный. Кстати, вот у мальчика глаза, по-моему, зеленые мне показалось, что только открыл их на секундочку. Вот, любопытно. Да, у них зеленые глазки. Супит постоянно, просыпаешься. Мужики всегда спят. Дай глазами посмотреть. Любой непонятной ситуации. Вайс. Вайс, вайс. Вот это вот весь их характер. То есть им надо, чтобы присутствие хозяина на ручках, это они очень сильно любят. Как отличить, кошка молодая или пожилая? Они же морщинистые такие. Морщинистые. Когда кошка только рождается, он еще более морщинистый. Со временем маленько морщины все-таки разглаживаются. Это сейчас, типа, мне, знаешь, напоминает кого этого голума из гластилина колеса. Такой же голый, печеглазый, такой, да. А сколько летом сейчас? Коту два года, а кошке три. А выглядит как на два. Ну, выглядит она вообще как котенок. Кристина, дорогие или... Дорогое ли это удовольствие, кошку себе такую приобрести? Кошку, породистую кошку содержать, это... Дорогое удовольствие. Потому что хорошее породное животное не может стоить дешево. Здесь прививки, здесь выставки, здесь анализы, вязки, доставка из другого региона. То есть, как бы, здесь все складывается в эту цену. Я уверен, что вы где-то выступали уже, да, на выставках? Каких? Мы пока показываемся только в Иркутске на выставке. Редко, но мы там бываем. Если камера сейчас переведет на нашего редактора, то она тщательно пытается заманить кошек. Лена, я очень спокойно, они не ведутся на твои бабочки. Переведите на Елену, конечно, чем она занимается в сети. Лена, кысь-кись-кись-кись. Эти кошки игривым характером не отличаются, то есть, им как бы без разницы. А как к ним подойти правильно? Я не знаю, если бабочек не любят, то играть не любят. Нет, иногда на них находят, они могут, как маленькие бесята, носиться по всей квартире. Помню, мы сюжет снимали у Кристины дома, кошки все спокойные. Одна немножко боялась, убегала серая, вот красивая такая была, тоже лысая полностью. А вторая такая черепаховая вода цвета, вот бешеная. Туда, за какой-то спряталась за диван, потом спряталась за батарею, где мы, кстати, ее и потом и не нашли вообще. Куда она делась, не понимаю, носилась вот так вот. Что-то находит на них. А ну, это другие крови, другое поведение. Ну, король, я смотрю на них, на Вайсы, и король. Ну, и он царь. Да. Лапы там, уже смешно. Кристина, мы сегодня обсуждаем такую тему. Мы переехали, у нас новая студия, и как ведется в новую студию, и вообще в новое жилище, в квартиру нужно пускать первым на порог кошку. Мы забыли об этом, конечно, уже прошла целая неделя. Вы передерживаетесь ли такой традиции, что первая должна заходить в квартиру, в новое жилище кошка? Ну, вот мы недавно приобрели квартиру, но первым в квартиру все-таки вошла я. Хозяин. С кошкой. С кошкой. Потому что, ну, кошка боится всегда новое что-то, кошка испытывает стресс. Поэтому желательно кошку уже везти все-таки в обжилое помещение. А есть же такие наглые кошки? Нет? Типа, отойди, я зайду сама. Нет, ну, у меня просто, у меня живет обычная кошечка, она очень умная, но она очень наглая. То есть, если мы приезжаем к друзьям в гости, она сразу же, есть ли другие питомцы. Она идет и все обследует. Ходит потом, как деловая, там, на диванчике развяжется. У кошачьи, вот у них порода такая, такие величественные так себя ведут вальяжно. Кристина, дайте мне какой еще вопрос. Вот, когда смотрю на выставку собак, у них, понятно, по каким критериям судить, да, по породе, у них там волосок и волоску, вот, а прическа уложена, они какие-то команды выполняют. Как у кошек? Складочка к складочке, как, что делать нужно? Шерсти-то нет. В каждой породе тоже есть свой стандарт, которого судья и придерживается. Действительно, на выставках кошек все совсем по-другому, как у собак. Мне пришлось учиться этому заново, потому что я в 18 лет держала все-таки собак и ходила по выставкам. Здесь совсем другой уровень. Здесь берешь кошку, спокойно идешь к эксперту, когда тебя вызывают, ставишь ее на стол, и эксперт описывает его величество, кошку. Делает описание согласно стандарту, все, потом забираете свое животное и уйдете обратно в палаточку. Три складки, два, две, ухо. Как это происходит? Описывается голова, кожа, тело, длина хвоста, соответствие стандарту. Откуда у вас такая любовь к животным? Вы говорите, в 18 лет собаками занималась. Почему на кошек переключились? Откуда вот эта вот такая всеобъемлющая любовь? Сама не знаю. Ну, видимо, в детстве не хватало. В детстве мы очень часто по подвалам со всякими котятами и собачками играли. Родители не разрешали иметь дома животных. Сейчас у меня ребенок очень счастливый, я считаю, у нас дома пять кошек, и мама не против принести еще кого-нибудь. Пять кошек, то есть это три породы данной породы и еще две? Да, у нас три кошки данной породы и еще две обыкновенные домашние, которые подобранные с улицы. Вот, это тоже хорошо. А дрессировки, они поддаются? Вот вернемся к выставке, вот собаки все-таки, они дрессированные, да, в основном на выставках? Ну, может, не в основном, но есть. А кошки, они просто вот стоят вот, давайте быстрее меня смотрите, первая я, вторая или третья у вас на вашей выставке? Или что-то выполняют? Нет, они не выполняют, но у них, скорее всего, происходит привыкание. Чем чаще ты показываешься с ней на выставке, тем свободнее ведет себя кошка на столе у эксперт. А цапнуть она может или поцарапать? Ну, это нежелательно. Может, может. То есть, если цапнула у эксперта, то все автоматически вылетает из программы? Вплоть до дисквалификации. А, мой эксперт. Да. Дома обои подрали? Нет, нормально все? Вот уличные, которые, да, эти нет. К шерстюкам, к кошкам, шерстяным, как теперь относитесь-то? Ну, все-таки, наверное, больше этих лысеньких любите, все-таки с такой любовью особо. Удобно, да, очень удобно. Подержал кошечку на ручках, отпустил и пошел. После шерстяных кошек все-таки надо чиститься. Вот так вот. Я люблю в мехе копаться. Ну, мех, да, мех, он все-таки успокаивает, он приятный. До тех пор, пока у вас дома, у нас дома живет перс, и дело в том, что он лежит, скатает в себя всю эту шерсть, все это по ковру, и потом еще ее ест. А потом я так, утром просыпаешься, от того, что дома так ба. Ба. Это шерсти. Кристина, ну, так как мы, все-таки, я вам уже говорила, традицию, вот тут немного упустили, чтобы пускать кошек в студию, да, в новую. Но давайте все-таки попросим, может быть, нам счастье это пронесет какое-то. Попросим по подиуму пройтись моделей наши. Ну, попробуем это сделать. Ух ты! А, нет! Тронули короля, смотрите-ка, на него шипит. Ой, в другую сторону пошел. Лена, ты можешь вновь приприниматься его дразнить? Подмаливать сидеть? Ей сюда, мой маленький. Еще он сам ходить должен, он подумал. Они мышей едят, интересно? Нет. А то, как будто мышей ищут. Мяу-мяу. Вы-то валияжный котле, а? Так, подождите. Мы недавно ходили в цирк, и у львов, и у тигров, у них такая походка, вот такая, вот так идут все, вот, посмотрите, все-таки кошки такие же, вот он наглый понюхал, на всех нашипел. Девочка, я так понимаю, рядом не пойдет, да? Она что-то не слазит боится. Не пойдет. Она дома ходит на понюхалку. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас она цапнет нашего оператора. Привет, запрыгивай сюда. Приветики. Приветики. Ну, запрыгивай. Она меня не цапнет, если я поглажу, он, то есть. Не знаю. Найс. Ой, он хвостик поднял. Не цапнет, он не цапнет меня. Облизывается, как будто цапнет. Тянуться не могу. Ну, кстати, вот они, когда кусают, они травмы не наносят. Да? Ой, смотри, как их съеживают. Они просто вот как припугивают. Кристина, мы побежали искать вальсов. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию сегодня. Будь что-то новенькое, переходите еще. У нас в гостях была Кристина Комаровская, заводчица необычных лысых котов под названием «Украинский левкой». Вот как? Да, спасибо большое. Спасибо большое, Кристина. Ну, прелесть у нас сегодня, а не программа. И мы большие молодцы. И телеканал у нас замечательный, и программа у нас самая лучшая. И студия новая. Это на самом деле. Да, вот себя похвалили. Между прочим, мы сегодня обсуждали кошечек. У нас была очень мимишная программа. И за кадром, то, что вы не успели заметить, наш Семен, оператор, достойно героически ловил за всеми декорациями этих кошек. Без травм не обошлось. Его не подсапали, не покусали, ничего такого с ним не сделали. Но на него упали все декорации, которые только могли упасть. В общем, такой противный кот попался. Но очень уж такой необычный. Он приятный, лысики, такие морщинки у него, складочки. Друзья, ну что ж, вот на такой прекрасной, замечательной ноте мы с вами прощаемся. Желаем, не знаю, бережно относиться к своим питомцам. Возьмите, не знаю, какую-нибудь игрушку, поиграйте с ними, получите хорошее настроение, угостите вкусняшкой какой-нибудь. Ну, в крайней мере, не знаю, просто погладьте. Пузико почешите. Пузико почешите, за ушком почешите. Это им нравится, друзья. Но на этой прекрасной ноте мы прощаемся. С вами были Яна Попова, Иван Камельков. Если бы мы умели прощаться по-кошачьи, мы бы, может, сказали так, мяу, там что-либо. Мур-мур. Мур-мяу. Мур-мур. Мау. В общем, всем мур-мур мы с вами с вами прощаемся. Мау. Мау.